всем привет если вы подписаны на этот канал то вы интересуетесь фитнесом бодибилдингами и всем что связано с силовыми видами спорта и тема сегодняшнего выпуска это разминка перед тренировкой почему важно разминаться на что это влияет как это влияет на тренировку и что это такое вообще разминка и так не переключайся и ты узнаешь как ее делать где применять и что она даст вашему телу и вашему организму поехали эффективность спортивных занятий будь то тренировка дома тренировка фитнес-центре тренировка на улице воркаут площадка не важно эффективность вашей тренировки зависит от того насколько ваши мышцы суставы ткани мобилизованы и готовы к выполнению физической нагрузки для того чтобы их подготовить к тренировке нужно выполнять обязательно какую-то разминку универсальная схема разминки выглядит примерно следующим образом это может быть ходьба либо бег на беговой дорожке это может быть использование эллипсоида это может быть использована велотренажера но все-таки это кардио разминка а после кардио разминки все-таки следует активная гимнастика который я уделяю примерно 5-7 минут своей тренировочной программе что даст кардио разминка при выполнении кардио разминки повысит температура тела тем самым ткани будут более эластичные готовы к какой-то физической нагрузки ваши суставы тоже станут более мобильные и ваша сердечно-сосудистая система будет готова уже к выполнению какой-то нагрузки после кардио разминки следует использовать низко двигательные вот такие вот ротационные движения во всех ваших суставах начиная от кистей локтей плеч и продолжая вниз туловище тазобедренные суставы коленные суставы голеностопные суставы я трачу на это примерно 5-7 минут своей разминки и после этого приступая уже непосредственно самой силовой тренировки в чем заключается суть составной разминки нет это очень необходимая очень важная часть тренировочного процесса дело в том что ваши суставы имеют закрытую достаточно вакуумную поверхность где свое абсолютно давление где своя среда и для того чтобы разогнать все обменные процессы внутри сустава следует выполнять вот такую вот гимнастику и так что она нам даст то есть эта мобилизация ваших суставов они будут готовы к работе ротационная поверхность будет увеличиваться то есть диапазон движения будет увеличиваться например я очень советую тщательно разминать плещевой сустав и не делать суставную гимнастику перед выполнением упражнений на плечи это касаемо жимов отведение гантелей в стороны отведение гантелей назад на за работа на заднюю дать особенно поэтому я рекомендую выполнять суставную гимнастику регулярно перед жимовыми упражнениями после этого этапа есть этап активной гимнастики либо стрейчинга и тем самым я после разогревающей фазы своих мышц суставов перехожу к стадии когда нужно все-таки мышцы немножко потянуть но опять же мы будем тянуть на разминке мышцы не сильно не не на максимум а всего лишь на процентов 50 60 от возможной амплитуды движения это даст меня повышение эластичности мышечной ткани мы опять же мы мобилизуется суставная поверхность и все ваши суставы будут более гибкие завершающий этап любой разминки это восстановление дыхательного ритма то есть я рекомендую восстанавливать дыхание после разминки в течение 30-50 секунд это даст возможность снизить ваш чсс до нормы чтобы вы смогли сделать уже разминочный подход в каком-либо силовом упражнении я рекомендую в каждом из силовых упражнений делать всегда разогревающий подход если это например жим штанги лежа то вы можете использовать в жиме штанги лежа пустой гриф и выполнять с пустым грифом повторений 15 или 20 для того чтобы ваши целевые мышцы в частности мышцы груди получили достаточно хорошую такую нагрузку мышцам наполнить кровью поднялась температура тренируемые мышцы и чтобы они были готовы уже к выполнению дальнейших силовых физических нагрузок достаточно привычным вашим рабочим весом я считаю что важность разминки недооценена и в первую очередь я считаю что лучше выполнить не полностью основной блок силовой тренировки нежели пренебречь разминки поэтому всегда начинать тренировку с разминки а уже только потом делайте весь ваш привычный план какие же плюсы есть у суставной гимнастики первый самый неоспоримый плюс при использовании твоей гимнастики и разминки ваши суставы и ваши поверхности суставов изнашиваются намного меньше при выполнении физической нагрузки это самый наверное главный плюс который можно поставить пользу выполнения разминки вторым распространенным плюсом при выполнении разминки является том что ваши ткани после разминки более снабжены кровью это значит что переносимость всех питательных веществ белков жиров и углеводов разорвана уже достаточно хорошей степени поэтому ткани будут питаться питательными веществами намного больше это очень важно при работе на массу когда перенос питательных веществ белков жиров и углеводов очень важен для питания наших мышц и скапливания амбликогена улучшается нейромышечная связь и ваша координация движений после разминки улучшается в раза два как минимум поэтому я рекомендую использовать разминку и суставную гимнастику перед каждой вашей тренировкой пусть это силовая тренировка либо это кардионагрузка будет поэтому я вам желаю всего самого наилучшего спасибо что подписаны на мой канал увидимся в следующем выпуске в следующем выпуске